Еще один саровчанин стал жертвой мошенников. На сайте объявлений потерпевший нашел информацию о предоставлении инвестиционных услуг. Мужчина захотел приумножить сбережения и перевел на указанный злоумышленниками расчетный счет 50 тысяч рублей, который позднее планировал забрать с процентами. По истечению периода процентного, то есть через месяц, 18 июля, саровчанин подал заявку на вывод данных денежных средств. Однако заявка осталась непрочитанной. Естественно, злоумышленник больше не выходил на связь и средства потерпевший так и не получил. На дорогах города в минувшую неделю было неспокойно. В трех ДТП пострадали пешеходы. 3 августа в 19.45 на перекрестке улиц Московская и Курчатова 19-летний саровчанин на автомобиле Volkswagen Polo при повороте налево сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. У потерпевшей диагностировали перелом восьмого ребра и ушиб правого легкого. На улице Кирова водитель 1972 года рождения, стаж 18 лет, управляет машиной Peugeot, совершил наезд на женщину 1991 года рождения, которая переходила в проезжую часть дороги при отсутствии пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП у пострадавшей уши правой затылочной доли головного мозга, уши правого легкого и сочетанная травма. Третья авария с участием пешехода произошла на стоянке у дома номер 5, корпус 1 по улице Московской. Двигаясь задним ходом, водитель наехал на пожилую саровчанку 47-го года рождения. У женщины диагностировали перелом большого вершила левой бедренной кости. Около дома номер 13 по проспекту Ленина водитель, управляя машиной Лада Гранта, водитель сам 85-го года рождения, управляя машиной при движении вперёд, не справился с управлением и совершил наезд на настоящую машину Лада Нива. В этот раз телесные повреждения получил сам водитель. У него диагностировали перелом правой лучевой кости в типичном месте без смещения. От госпитализации мужчина отказался. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.